Вот такое сообщение я увидел сегодня на сайте Обозреватель. Сразу скажу, что если вы вдруг не знаете, пройдите, пожалуйста, посмотрите, познакомьтесь. Лично я являюсь постоянным читателем, посетителем этого сайта и всем советую, если вас интересуют дела украинские, да и думаю, те, кто живут в Украине, очень хорошо знают этот ресурс. И вот главный редактор Обозревателя Михаил Бродский обратился с таким посланием к посетителям сайта. Он редко обращается и сейчас я его вам зачитаю, тем более речь идет о человеке, давним поклонником, которого в кавычках я являюсь. Итак, не педофилам Шария нет места в нашей стране. Две недели назад не педофил Шарий на 112 канале начал атаку на меня и на мой сайт Обозреватель с месседжем, что мы слишком патриотичны. Вот представьте себе, да, у него претензии слишком патриотичны, значит, патриотизма должно поубавиться. Потом его поддержал Лукаш с явной ложью про меня. После этого он позвонил нашему директору с угрозами и требованиями про него забыть. То есть Шарию очень сильно не нравится, когда о нем говорят, потому что о нем никогда никто ничего хорошего не говорит. Ну, этот человек доброго слова не заслуживает, поэтому если говорят о Шарии, то только, естественно, в тоне, что это предатель и кремлевская собака. Я, конечно, так выражаться не буду, но, честно говоря, мне очень сильно хочется повторить за этими людьми. Так вот, ему хочется, чтобы о нем забыли. И дальше он требовал уволить журналистку, которая про него что-то написала. Вот ничего нельзя о нем писать. Ему отказали. Вчера Щур выпустил правдивый блог про этого прокремлевского непедофила Шария и понеслось. Цензор переставил, потом обозреватель и опять письмо от Шария с угрозами. Потом на его блоге полилась ложь про меня. Помню я и министра Кравченко, и Кучму, и других. Не получилось у них. И у Фукса тоже. Придется это пережить, но непедофилам Шариям в нашей стране нет места. И кто-то должен его не бояться. Прошу у всех друзей перепост. Я считаю себя другом-обозревателем. Ну, по крайней мере, таким никому неизвестным другом. Ну, одним из миллионов, надеюсь, тех, кто посещает этот сайт. И поэтому хотел бы сказать несколько слов в адрес замечательного Кремлевского. Кремлевского. Здесь очень важно отметить. Не про Кремлевского, давайте называть вещи своими именами, а Кремлевского блогера Анатолия Шария. Он при этом считает, что всех настраивают против него. То есть, вот изначально идет такая специальная политика, как бы вранья про Шария. На самом деле, мне в свое время его посоветовали. Я зашел туда, это было много лет тому назад, посмотрел пару роликов и сразу сделал вывод, что этот человек все что угодно, но это не украинский блогер. Это антиукраинский блогер. И вся его работа, так или иначе, направлена против украинского государства. Почему именно Шарий так сильно топил на этих выборах за Зеленского? Именно потому, то, о чем я говорил, Зеленский это начало конца Украины. Зеленский и его команда разрушают это государство. И поэтому было логично, что такие, как Шарий, а они очень хотят, чтобы украинского государства не было, не существовало. Конечно же, он очень сильно старался в сторону Зеленского. И теперь Шарий, подобно ему, они требуют суда над Порошенко. То есть, человек, который смог отстоять независимость Украины в глазах антиукраинских пособников Кремля, конечно же, его нужно засудить, чтобы следующего президента даже попыток никаких не было защищать свою страну. Но это только начало, так сказать, моего отношения к Шарию. Я прошел по ссылке, на которую указывает Михаил Бродский. Вот этот ролик, советую его посмотреть. Сейчас мы посмотрим здесь буквально кусочек. Набрал этот ролик уже очень много. Вже рік ваше телебачення Торонто постійно его забывает так, ніби мы все маемо понимать, что он говно. И не пояснюйте, почему он говно. Но я не понимаю, что не так Шарийе. Может вы сами... К сожалению, ребята говорят на украинском, хотя, наверное, для украинцев это именно то, что нужно. Но я сейчас немножко перевел, если вы вдруг не поняли. Многие возмущаются, почему Анатолий говно, но не могут понять, почему он такое говно. Ну вот ребята хотят объяснить, в чем же дело. Действительно ли поклеб ведется в сторону Шария, или на самом деле он этого звания заслуживает. Сейчас буквально кусочек, я уже просмотрел этот ролик заранее. Очень интересно послушать здесь про то, как Шарий защищает. У 2014 році Шарий став на захист російського пропагандиста Грема Філіпса, эталонного фріка британського походження. Грем працював на Russia Today та телеканалі «Звезда» телеканалі Міністерства оборони Російської Федерації. Працювати на російський уряд, звісно, мріє кожен професійний британський журналіст. У 2014 році Служба безпеки України заборонила Грему Філіпсу в'їзд до України. І це, звісно, не сподобалось Анатолію Шарью. Просто за то, що людина подавала об'єктивну інформацію. Без перегибів, без фейків, без окрасу якого-либо. Ось один з найвідоміших об'єктивних репортажів Грема. Крап! ПАП! Дійсно, у цьому відео немає жодних фейків чи маніпуляцій. Це справді Грем Філіпс стріляє разом з терористами, уявляючи, як вбиває українських солдатів. Як бачите, Грем досконало володіє такими журналістськими прийомами, як швидкісний ландшафтний дизайн могил та руйнування державної символіки. Понятне дело, Грем Філіпс – известний провокатор. Конечно, никакого отношения к журналистике он не имеет. Это понимали все люди, кто видели этого фрика. Он вообще психически нездоровий человек. Ну, в любом случае, журналист, который берет оружие и стреляет, это уже не журналист. Его задача не воевать, и уж тем более не пропагандировать, а описывать события. Ну, и понятное дело, кто защищает Грема Філіпса? Конечно же, Анатолий Шарий, потому что, ну, это ягодки одного поля. И просто Шарий, конечно, получил разнарядку для того, чтобы обязательно защитить такого, как Філіпс, или, например, такого, как Захар Прилепин. Его очень близкие друзья, вот эта пара Скобеевых, Ольга и вторая Ольга, я не помню, как его зовут, мужа Ольги, ну, Ольга номер два, потому что мужчина этого человека трудно назвать, вот эта пара Скобеевых, они самые большие поклонники Шария. И Анатолию очень не нравится, когда показывают эти моменты, как, с каким воодушевлением, с какой сердечностью российские пропагандисты встречают своего давнего друга Анатолия Шария, постоянно тусующегося или появляющегося на передачах 60 минут, абсолютно пропагандистских передачах. Ну, давайте посмотрим. Там, на відверто пропагандистских державных российских телеканалах, роботу Шария против Украины дуже цінують. Абсолютно невероятный тот человек, которого мы наконец-то, Анатолий, видим в нашем эфире. Безконечно вам рады. Украинских СМИ уже нет. То есть, как СМИ, как таковых, просто нет, не существует. Во время событий на Майдане украинские СМИ вдруг стало нормальным украинских СМИ размещать фейки. Російські пропагандисти реагують на Шарія, ніби Порошенко на Томос. Ха-ха-ха-ха! Шарій користується різними майданчиками, доносячи правду. Анатолій перевіряє факти і відповідає за свої слова. Відповідає? Окей. Спеціально для тих, хто думає, що Шарій перевіряє факти і не займається маніпуляціями, волонтери з українського мілітарного порталу проаналізували багато відео з його ютуб-каналу за 14-й рік. Посилання на дві частини великого аналітичного матеріалу в описі під відео. Не пошкодуйте часу, почитайте. Итак, я тоже сделаю ссылку на этот матеріал. Действительно, есть сайт, который по косточкам разбирает весь блок Шарія и указывает, в каких моментах была прямая пропаганда против украинского государства. Ну а сейчас послушаем самого Шарія, как же он отмазывается, как он пытается внушить своим зрителям. А я, кстати, думаю, что их, конечно же, не два с половиной миллиона, мы понимаем, что такие ресурсы, как Шари, это раскрученные ресурсы Кремля. И вот, например, у меня срезают просмотры, у других блогеров их срезают. И вот как раз таки это время, на которое нам не оплачивается или вообще не оплачивается, скажем, мой канал, категорично. Он собирает иногда двадцать, тридцать, может, и пятьдесят тысяч. Предпоследний мой ролик собрал двести пять тысяч просмотров. Он не монетизируется. Спрашивается, куда же идут деньги, если все равно реклама на канале размещается. Понятное дело, эти деньги перемещаются благополучно в карманы кремлевских блогеров. Их финансировать нужно. Они живут очень хорошо, у них все замечательно. Свою кремлевскую денежку они, конечно, получают. Ну и послушаем, как даже в своих отмазках прокалывается Толенька Шарий. По всей видимости, затаил какую-то обиду, или я не знаю как это называется, но в общем он решил в очередной раз, вот я вам говорю, сходите посмотрите, там много-много доказательств того, что я пророссийский, но тайно пророссийский. Тайно пророссийский человек. Нет, Толян, ты не тайно пророссийский человек, ты абсолютно явно и не пророссийский, а кремлевский блогер. Я еще раз настаиваю, что таких как ты нужно называть ровно так, как есть. Я не знаю, есть ли еще какие-то люди, кто в этом сомневается. Никаких тайн в том, что ты тусуешься на российских каналах нет. И если ты не понимаешь в чем проблема, то я тебе напомню, проблема в том, что Украина воюет с Россией, россияне убивают украинцев, а ты подсираешь российским пропагандистским каналом. Ты не тайный шарик, ты явный кремлевский агент. Вы там ничего нового не увидите, это все тот же шлаг. Шари выступает на российских телеканалах, он не такой вот как напрямую, а он какой-то секретно пророссийский, пророссийские месседжи, но они зашифрованы, засекречены и так далее. И вот здесь вот я должен покаяться и повиниться, а за то, что я неправильно относился к этим всем людям, которые долгое время вот это утверждали. Они выискивали что-то там в моих видео, какие-то тайные намеки. Да никто ничего не выискивает в твоих видео, нет никаких тайных намеков. Есть факт того, что ты являешься близким другом Скобеевых, ты являешься близким другом Прилепина, ты являешься близким другом фактически всего вот этого российского пола, там начиная от Олега Какашина и всех остальных. У тебя колонка на эхо Москвы. И все понимают, что такое эхо Москвы. Ты якобы являешься гражданином Украины, страна, которая воюет уже пять лет с Россией, и у тебя там прекрасные отношения с самыми отъявленными пропагандистами. Вот здесь выступление на РТ. Пожалуйста, еще раз посмотрите. РТ, если вы вдруг не знаете, это Russia Today. Это во многих мировых СМИ официально запрещенный канал из-за открытой российской пропаганды. Эту рожу вы в Russia Today увидите довольно часто. Поэтому не нужно ничего выискивать. Нужно просто называть вещи своими именами. Вот здесь вот что-то вот так. Вот здесь, наверное, это тайная история. Там Кремль и так далее. Они регулярно в своих материалах, в статьях сообщают про российский, про кремлевский, про российский, про кремлевский. Окей. В чем я был неправ? Я был неправ в том, что я говорил, что они просто упоротое дно. Упоротое дно, которое несет чепуху и ахинею. Мне надо было этих людей. Благодарите, я объясню почему. Смотрите, какая история. Эти люди регулярно рассказывали про мою пророссийскость. Что происходило, когда их смотрели люди, достойные вполне себе патриотично, которые там не являются пророссийскими или которым вообще все равно. Послушайте внимательно, как он пытается отмазаться. Это гениально. Очередной прокол в стиле тупого шария. Они смотрели меня. Они шли смотрели, крутили, понимали, что это фуфло, что я никакой не пророссийский. Да еще раз. Ты не пророссийский. Ты российский. Кремлевский, российский. И, Толя, ты хочешь в этом видео поблагодарить людей, кто тебя так называет. Поэтому я заранее говорю, не благодари, не надо. Всегда пожалуйста. На моем канале я всегда тебя назову российским и кремлевским. Я с удовольствием делаю то, что поможет развитию твоего канала. Поэтому, Толя, не пророссийский, не прокремлевский. Российский, кремлевский блогер Анатолий Шарий. И не за что, Толя, едем дальше. И продолжали смотреть. Они понимали, что пророссийским называют из-за того, что я адекватен. Стоп. Понятно? Пророссийские – это адекватные. А вот украинские, они, понятное дело, неадекватные. Значит, если вы не пророссийский, вы неадекватный. А если вы адекватный, то вы априори пророссийский. Ну, вот это грандиозная логика, в кавычках, Анатолия Шария. Я вообще не знаю, за что Кремль тебе деньги платит. Я уволить давным-давно пора. Ты такое несешь? Компец. Вот так. Что происходило с людьми, которые являются пророссийскими? Они верили в это и также шли меня смотреть. О, это пророссийский, это наш. Они приходили, смотрели. Им нравилось, конечно же, потому что это тоже адекватные люди. Понятно? По нормальной логике, если бы он сейчас пытался отмазаться, то пророссийские люди должны были прийти на канал Шария и увидеть, что это украинский блогер, он рассказывает про Украину. Нет, утверждает сам Шарий. Пророссийские зрители приходят на его канал, и им нравится, потому что они видят адекватного Анатолия Шария, естественно, пророссийского. Они попадают в свою среду. Вот объясните мне, как можно вот такое нести? И это он называет отмазкой. А на самом деле он просто расписывается, ставит такую железную печать на том, что его не случайно называют российским блогером. Мы посмотрели, и кто, конечно, не застопорился, это упоротая быдла. Давайте будем называть прямо упоротая быдла. Теперь смотрите. А в нашей стране? В какой вашей стране? Ты живешь в европейской стране? Ты не живешь в Украине. И дальше, кстати, он говорит, что он живет в Европе, продолжает говорить в нашей стране. Вот здесь у меня, кстати, вопрос к украинцам. А вообще человек, не живущий в Украине, он имеет право создавать партию в Украине? Насколько я знаю, у него есть партия даже, да? Или это не важно, что он постоянно в Украине не проживает? Вот если кто-то в этих вопросах разбирается, напишите, насколько это оправдано, насколько это допускает украинский закон. Создание партии на территорию Украины, не проживая при этом на территории Украины. Потому что в стране огромное количество людей с взглядами, я не назову это пророссийскими даже, это знаете такое клеймо, пророссийские. Люди, которые ровно относятся к России, которые не считают нужным там постоянно оскорблять Россию, которых достала вот эта ситуация, когда русских просто оскорбляют. Их просто берут и оскорбляют за то, что они русские. Неправда, это неправда, и все украинцы подтвердят это в комментариях, я надеюсь, что я прочитаю эти комментарии, что это неправда. Живущие в Украине 100%, приезжающие в Украину русские, множество раз доказывали, что русских не оскорбляют по факту того, что они русские в Украине. А этот пропагандон внушает эту мысль. Люди это достало. Достало, они говорят, ну короче, вместе же нам жить в любом случае. Нет, не вместе. Украине и России жить не вместе. Украине и России, Толян, жить по соседству, но не вместе. Жить вместе, это хочет Вова Путин. Это вот он хочет все время жить с кем-то вместе, с Белоруссией, с Украиной, с Прибалтикой, с Казахстаном. Но это его хотелки. Это ваши российские хотелки. А на самом деле жить нужно по соседству. Жить нужно сотрудничая, работая, торгуя, общаясь. Но не вместе, Толя. Вот в чем твои российские мозги тебе очень сильно подводят. Ты даже в элементарных вещах разобраться не можешь. Украина хочет жить независимо, отдельно. Она волею судеб находится рядом с Россией. Она всегда будет соседом этой страны. Но она тысячи раз сказала и доказывает пять лет этой войной, что она не хочет жить вместе с Россией. В любом случае нам жить долгие годы. Ну это тупо как-то стену эту строить и все такое. Нет, не тупо. Кстати, насчет стены не тупо. Вот я как раз был тот человек, который с самого начала говорил, что это рациональный подход. Это самое эффективное средство, рациональный подход. Но, к сожалению, в Украине не прислушиваются к рациональному. Там слишком много иррационального. Поэтому пять лет война ведется. Когда-нибудь сделаю ролик еще раз на эту тему. Люди голосуют за тоже ОПЗЖ. И ОПЗЖ получает второе место на выборах. Второе место в парламенте. То есть в стране. Реклама, кстати, идет беспрерывно на этом канале. Вот у Ютуба никаких вопросов к шрию нет. При том, что он постоянно несет фейковую информацию беспрерывно. Вот сейчас у него пошла серия роликов о том, что он опровергает якобы погибшую небесную сотню. Что эти люди не погибли на Майдане. И все это придуманные фамилии. Эти люди не существуют. Вот опять же, у Ютуба нет проблем. Видите, каждые пять минут реклама. Шарий не только получает с Кремля непосредственно из Москвы на финансирование своего канала, но и Ютуб замечательно финансирует вот этого волшебного человека с очками, которые у него постоянно съезжают на нос. Это выгодно. Если ты заявляешь, что я пророссийский, у тебя вполне возможно появляется огромное количество приверженцев. Да? Быть пророссийским это нормально. Нет, Олян, быть пророссийским, живя в Украине, это ненормально. Ну, ненормально быть пророссийским, живя в то время в Советском Союзе, пронемецким. Это ненормально, не рассказывай этого. Вот когда закончится война, когда заключат перемирие, когда скажут все слова, извинятся, когда выплатят репатриации, когда вернут Крым, вот тогда пророссийским может быть будет нормально быть. И то я сомневаюсь, что в Украине действительно найдутся пророссийские граждане. Но он спокойно сидит и говорит, что быть пророссийским в Украине нормально. Пожалуйста, нет проблем. У него и президент пророссийский, Зеленский, это тоже в его глазах нормально. Это выгодно. Если ты заявляешь, что я пророссийский, у тебя вполне возможно появляется огромное количество приверженцев. Все может быть. Но дело не в том, что ты заявляешь, что ты пророссийский. Дело в том, что у тебя контент пророссийский. Твой контент направлен против Украины. Ты все время говоришь что-то против украинцев. И в свою очередь постоянно тоненькими ниточками вплетает похвалы в сторону России. Вот как тонко надо работать. Таких людей очень удобно использовать. Ну, естественно, если ты хорошо начнешь их финансировать, язык подвешен, материалы ему подгоняют, потому что у него иногда в день выходит по 2-3 ролика, что скажу я как блогер, физически невозможно без дополнительных сил. И плюс накручивают ему просмотры, у него нет проблем, у него ролики никогда не убираются, не исчезают, как у меня, например, могут за одну фотографию, за неправильно сказанное слово. Тут же ролик исчезает. У Шария все отлично. У него огромная широкая дорога, по которой он едет на YouTube, беспрерывно собирая ништяки. И кроме всего прочего, я еще раз говорю, что целая бригада, скорее всего, работает на эту говорящую голову. Так что, конечно, выгодно. О чем речь? Эти люди, которые долгое время рассказывали о том, что я там пророссийский, пытаются меня в этом заклеймить, они, получается, привлекают ко мне людей и проукраинских, и пророссийских, и обычно адекватных людей. Нет, Толян, адекватные люди тебя не смотрят, это раз, и проукраинские тебя не просто не смотрят, они тебя сердечно ненавидят, вот всей душой ненавидят такого, как тебя невозможно уважать. Но пророссийские, да, конечно, они слушают, они слышат, что ты якобы украинец, хотя ты не проживаешь в Украине, и верят в то, что в Украине есть вот такие вот мрази, как Шари, их много. Таким образом, я должен благодарить тех, кто на протяжении лет рассказывает пророссийский, 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 будто бы это что-то ужасающее. Для пророссийских это хорошо, а их огромное количество в стране. Я благодарить должен этих людей. Окей, Толян, не благодари еще раз, нет проблем, российский кремлевский блогер Анатолий Шарий. Распространяйте этот ролик, поможем Толю Шарию, чтобы как можно больше людей узнали, что он российский и кремлевский, ибо сам Шарий в этом заинтересован, даже благодарит нас за такую поддержку. Еще раз, нет проблем, всегда готовы Толя тебе помочь. И среди пророссийских, и среди проукраинских, и среди всех. Да мы готовы. Толя, мы вообще, если бы ты не жаловался на каналы, то я думаю, что 100-200 блогеров наверняка с удовольствием бы присоединились к твоей просьбе и выпустили бы каждый по ролику, где бы они четко назвали тебя российским и кремлевским. А еще лучше, конечно, с доказательствами, с вырезками из YouTube. Но сейчас у меня нет на это времени, потому что, честно говоря, мне даже противно прикасаться к его контенту. Но еще раз говорю, пройдите по ссылке, почитайте, там на него все расписано, как говорится. Да и действительно, украинским гражданам не стоит ничего доказывать, они прекрасно знают, кто такой Шарий. Ему на самом деле не место в Украине, то, о чем говорит главный редактор-обозреватель. И было бы хорошо, чтобы он вообще либо туда не вернулся, либо вернулся бы туда для того, чтобы сесть в тюрьму. Вот я очень надеюсь, что когда-нибудь я доживу до того момента, когда мы увидим суд над пропагандистом Шарьем. Я секретно пророссийский проживаю в Европе, славлю Европу, но это для того, чтобы меня не выгнали из нее, потому что вы же, наверное, слышали, как только ты начинаешь критиковать Европу, оттуда сразу выгоняют. Понятно? Вот как действуют пропагандисты. Здесь он минутами позже заговаривается и наконец-то говорит, что он проживает в европейской стране, но якобы критиковать Европу нельзя, иначе выгонят. Но это он намекает на то, что в Европе есть якобы цензура. Опять же, вот я живу в Европе, но у меня нет желания критиковать Европу. Если бы оно у меня было, я бы ее критиковал и меня бы отсюда, конечно же, не выкинули. Я много раз говорил, если вы пишете что-то про Меркель, не переживайте так критически, как пишут о Меркеле в Германии, ни в одной стране о ней так не пишут. Меркель только что ногами не пинают, но нет ни одной юмористической передачи, ни одного политического диспута, ни одного дня не проходит, чтобы на каком-то сайте не критиковали Меркель. Критика в Европе это нормально, это нормально, если есть что сказать, критикуй. Другое дело, что лично мне в этой стране нравится, я знаю очень много блогеров, которые точно так же рассказывают про Израиль и Соединенные Штаты, их спрашивают, почему вы не критикуете? Они отвечают, да я вот думаю, чтобы такое собрать, чтобы уже быть как бы объективным, но на самом деле с большим трудом нахожу какие-то изъяны. Понимаете, что если люди охотно живут в этой стране, им трудно действительно выпустить материал на эту тему. Я тоже думаю об этом, возможно, если я хорошенько покопаюсь, я соберу эти недостатки. Но уж это точно не повод для того, чтобы выкинуть человека из страны. Очень жаль, что в Европе такие законы, и действительно эту гниду ее никогда отсюда не выдавят, к сожалению. Но очень бы сильно хотелось, чтобы ему под каким-то предлогом отказали в убежище, и тогда бы вот он стоял перед выбором, либо в Украину в тюрьму, либо на родную, любимую Россеюшку, чтобы уже, как говорится, все встало на свои места. Ну, в общем, надоела мне эта физиономия, надоели его попытки 250 раз сказать, что он не пророссийский. Но о вас я прошу о двух вещах. Вот оставьте один комментарий, а потом вернитесь в тему, и оставьте второй, если вам не трудно. Первый комментарий я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, живущий в Украине. На самом ли деле прав ли Анатолий Шари, когда он заявляет, что русских оскорбляют в Украине только потому, что они русские? Напишите, что вы думаете, может быть, вы сами сталкивались с этим и так далее. И второй комментарий, пожалуйста, напишите, как вы лично относитесь к Анатолию Шарью. Считаете вы его кремлевским, пророссийским? Может, вы уважаете Толеньку Шарья? Напишите об этом. Потому что, ну, может быть, кто-нибудь сделает пересылы каким-то образом, ну, может быть, почитает в комментариях, как на самом деле к нему относятся. И действительно ли люди верят тому, что он не пророссийский и не прокремлевский блогер? Спасибо заранее. И, пожалуйста, распространите этот ролик в соцсетях, если у вас есть возможность, чтобы как можно больше людей посмотрели и разоблачающий ролик Шура. И поняли, что если под давлением вот этих прокремлевских сил, например, будет закрыт сайт-обозреватель, чтобы вы знали заранее, откуда ноги растут. Всего доброго и нездоровья тебе, Толян. Нездоровья желаю тебе от всей души. Продолжение следует...